Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей рубрики РПЛ в Лиге Чемпионов. Сегодня у нас четвертый выпуск за Зенит, Зенит играет сегодня против Лацо. Ну а перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск правдивых пенальти, поэтому обязательно посмотрите его по ссылочке в описании к этому ролику, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно увидеть вашу активность под этим роликом. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть тоже в описании под этим роликом, поэтому обязательно подписывайтесь, мы проходим разножанровые игры. Ну и также давайте добьем 30 подписчиков, мне будет очень приятно. Ну что же, мы продолжаем Зенит против Лацо, план игры, давайте мы не здесь, да, его будем менять, вот, а здесь уже. Так, Лунев не будет, также не будет сегодня Ракицкого, будет у нас наш Чистяков, который играл с Дортмундской Боруссией. Ну а остальные ребята все абсолютно будут, вот, у нас Киржаков с фотографией Кругового, поэтому все вроде замечательно. Что еще можно здесь сказать? Зенит против Лацо, домашняя игра, Лунева нету на воротах, поехали. Газпром-арена, Зенит против Лацо, нужно Зениту уже начинать побеждать, иначе даже, ну там, в Лигу Европы мы точно сможем попасть, если будем так же продолжать. Там ничейки вот эти, все такое, но побеждать нам обязательно надо, чтобы наша рубрика жила, потому что только при исходе именно выхода в плей-офф лиге чемпионов мы будем продолжать дальше. Ну это не штрафная, нет, все. Снова у нас ничья, друзья, ну, я не знаю, что у нас здесь происходит. Вживую бы так было, хотя без них бы не проигрывал. Снова у нас ничья против Лацо, со счетом 0-0. Обидные безголевые выпуски у нас просто выжили, наверное. Так, лучше сказать, Киржаков лучший игрок этого матча. Брюгги сыграл в ничью с Дортмундом, и вот такие вот у нас пока что дела. У нас еще два матча, это как раз игра против Дортмундской Боруссии. Если мы их обыгрываем, у нас будет 6 очков, у них 4. Как минимум мы их обгоним в этом матче. Ну вот и Лацо, мне кажется, обгонит Брюгги, именно обыграет. И тогда, если мы обыгрываем Дортмундскую Боруссию, все у нас будет хорошо. Но нам в любом случае главное не проиграть, мне кажется, Дортмундской Боруссии. Смотрите, если мы играем в ничью с Дортмундской Боруссией, у нас будет 4, а у них 5. Брюгги проигрывает, нам надо обязательно, чтобы Брюгги проиграли Лацо. У них будет тогда 5, и у нас 4. И мы если обыгрываем Брюгги, а Дортмунд со своими, у них 5 очков будет 6. И тогда там приравенцы, ну я не знаю на самом деле. Нам надо выигрывать тогда оба матча, либо Дортмунд сыграть с ними в ничью, и нам надо обыграть Брюгги. И чтобы Дортмунд сыграл с нами в ничью и проиграл Лацо. Потому что если они сыграют сейчас 2 матча в ничью, у них будет 6 очков, а нам это не нужно, к сожалению. Поэтому такие вот дела. Шансы есть, шансы еще есть, поэтому в следующем выпуске как раз мы будем играть против Брюгги. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей и канал Футбол, это Жизнь. До новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok